В этом году в Дорожный фонд Республики будет заложено более 5 миллиардов рублей. Сегодня в Министерстве транспорта Чувашии представили план работ. Ведомстве сообщают, что уже до конца февраля намерены заключить контракты с подрядчиками. Подробности у Дмитрия Ковалева. Как и в прошлом году, перед дорожниками Республики стоят масштабные задачи. В 2020-м предстоит отремонтировать более 60 километров. По 37 объектам ряд идут конкурсные процедуры, а по ряду идет разработка технической документации на аукцион. Остаток Дорожного фонда Чувашской Республики на 31 декабря 2019 года составил 433 миллиона рублей всего лишь. Сложившиеся из средств федерального бюджета в сумме 212 миллионов рублей. Это по капитальному ремонту Шихазана Калинина 142 и строительство реконструкции автодорог в рамках ОРСТ 1 миллион это экономия. До конца этого года должна быть завершена реконструкция дороги по проспекту Ивана Яковлева, а также ремонт моста через реку Сура. Это один из проблемных объектов. Чтобы сократить нагрузку на ветхие опоры для автомобилистов, сейчас действует особый режим. Водители передвигаются только по одной полосе, что создает определенные трудности и вызывает недовольство. У нас сейчас идет согласование окончательно МКАД с муниципалитетами. На этой неделе, я так понимаю, мы защитим с автодорога и вот эту работу необходимо будет развернуть. И еще большое направление, которое тоже в ближайшее время стартует, это строительство и реконструкция мостовых сооружений. Сегодня здесь необходимо совместно с муниципалитетами ввести проектирование, чтобы можно было уже с текущего года финансировать данное направление. Не допускать сбоев в работе. Михаил Игнатьев отметил, что подрядчикам, с которыми уже заключили контракты, необходимо начать подготовку к работе. Подрядчики должны начинать завозить денежные материалы, чтобы в летний период времени не было у нас удорожания. Это у нас щебень дорожает на 20-25 процентов, нефтебитумные, все те продукты тоже дорожают. И все точки зрения, вот сейчас как раз надо, пока зимний период и весенний период они дешевле, провести эту организационную работу. Обсудили на совещании и инфляцию. В 2019-м этот показатель достиг отметки 102 процента. Зафиксировано максимальное снижение цен на овощи и мясо. По индексу потребительских цен на товары и услуги Чувашская республика среди регионов Приволжского федерального округа занимает второе место. Самый низкий индекс отмечен в республике Мордовия 101,98 процента. И самый высокий в Пермском крае 103,05 процента. Также необходимо отметить, что Чувашская республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе в рейтинге по минимальному индексу потребительских цен на продовольственные товары. Глава республики поручил мониторить цены на продукты, поставляемые в детские сады, школы и больницы. Чтобы питание в общерозавательных школах, в детских садах не ухудшило. В поликлиниках, в больницах, где в учреждениях социальной сферы. Наша задача организовать всю эту работу и всем было благоприятно в этой конкурентной среде. Потребители, отметил Михаил Игнатьев, должны знать, где продукты питания стоят дешевле. Максимально доводите информацию, где какие цены, хотя интернет есть, люди пользуются, эффективно пользуются. У вас, Минсельхоз, органы местного самоуправления, по крайней мере, малообеспеченные семьи, малоимущие семьи, наши дорогие ветераны могли владеть, знать, которые смотрят цены. И по прогнозам экономистов, уровень инфляции в регионе в этом году не должен превысить отметку в 3%. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика.